Валерия Владимировна, скажите, пожалуйста, в одном из первых слайдов, там, где вы исследования показывали зарубежные, было ограничение по костному мозгу, там В5, В10, В20 было написано, и написано тотально весь костный мозг, вот что мне резануло слух. Все-таки это имеется в виду, наверное, кости таза, или, потому что весь-то костный мозг, я хотела просто уточнить, что имели в виду авторы. Речь только о костном мозге, который расположен в костях таза, и тогда это оценено было по УКТ, а вот один из последних слайдов, там как раз было исследование, в котором оценивали активный, не весь костный мозг, а активный костный мозг, опять же, в костях таза по данным ПЭТ-КТ. А какая корреляция между ПЭТ-КТ и МРТ вот в этой ситуации? Потому что все-таки МРТ более доступный метод для оценки. Ну, по ПЭТ-КТ именно активный костный мозг смотрят, и могут, мы видим, накопление СУФ, поэтому вот в одном из исследований показано, что если СУФ менее 3,6, то это не метастазы. И, соответственно, ПЭТ-КТ дает более четкие результаты для определения активности костного мозга. Можно еще вопрос? На сегодняшний день, ну, пока вот в стадии разработки, отбора и прочее-прочее, практически совет врачам, чтобы избежать стресс-перелома, я не знаю, что нет никаких повреждений после проведения мучевого лечения. Вот что, на что мы должны обращать внимание, там, статус больного, состояние здоровья, что чаще всего, на что в первую очередь обратить внимание, чтобы избежать потом в дальнейшем, чтобы меньше захватить костную ткань, там, и прочее. Как показало наше исследование, во-первых, все пациентки были женского пола, во-вторых, практически у всех в анамнезе остеопороз, и прежде всего нужно оценивать сопутствующие заболевания, когда мы берем пациентов на лечение, и, как я уже говорила в последнем слайде, необходимо при планировании, при оконтуривании обязательно из клинического объема исключать кости и мышцы воздух, именно вот у этих пациентов. Это прописано в наших клинических рекомендациях. – Коллеги, у меня еще, знаете, к вам будет какая просьба. Когда вы задаете вопросы, будьте любезны, представляйтесь, пожалуйста, вот Юлия Николаевна и… – Тем не менее, не все мы так вот прекрасно знаем друг друга в лицо и со спины, то есть лишний раз назвать свои регалии публично тоже приятно, в конце концов. Давайте почешем харизму друг к другу. – И к вопросу данному, да, хотела бы добавить, что, как я говорила, показывала в слайде, необходимо назначать, возможно назначить уже при оценке и пентоксифилин, и бисфосфонаты, которые сможем влиять. Продолжение следует...